Здравствуйте! В эфире новости в студии Джеймс Бакер. Сегодня в выпуске. В горном хребте вблизи города Сирты была обнаружена группа контрмандистов, попытавшиеся провести ценности на территорию острова. В Софии состоялся гоночный заезд на автомобилях ГАЗ-66. Пограничные войска Республики Арсенал обнаружили склад контрабандистов в горном хребте вблизи поселения Сирты. Войска погранслужбы попросили помощи у местных жителей в поимке преступников, попытавшиеся провести контрафакт. Подробности с места событий у нашего корреспондента Кобзаря Степана. Так, уйдем прямой репортаж. Сейчас будем наблюдать, что будет происходить. Готовится штурм. Отрядом. Вот сейчас, как в данный момент, мы видим стрельбу. Террористы находятся вот в этом здании. Сейчас мы находимся в зоне боевых действий. Вот один из сотрудников МЧС. Зададим ему несколько вопросов. Какая сейчас обстановка, по вашему мнению, находится на данной территории? Ну, в данный момент боевые действия пошли в пассивную фазу. Видно, что стороны заняли позиции. С этих позиций особо не сдвигаются. Вот дымовыми шашлями все закидано. В каком-то ожидании все происходит. Все боятся. Расскажите, я видел, что бойцов ранили. Что там конкретно произошло? Ой, сейчас он слышал в данный момент выстрелы. Кажется, перешло в активную фазу. Пошли на штурм несколько человек, да. Пошли на штурм. Огневые плю и ранения получили ребята. Показали им первую медицинскую помощь. Дали им долю обезболивающих. Чтобы они могли продолжать бой. Ну, поступает сильнее, она может пострадать. Они смертельные, я так понимаю, себя неподолжливые. Да-да-да, мы вкололи обезболивающие. Адреналинчика дали. Ей у них еще и силы на пару часов. Ну, потом, конечно, придется в стационар проследовать. Мы прилетели, нашли это место. И на Панаму открыли тупо огонь. Вообще, я так могу сказать, если бы не товарищи полицейские, тут бы было бы гораздо меньше народа. Да, много меньше было предъявлено, честно. Вот мы сейчас искали это место. Вот часа лежали на земле. Я даже знаю, как это произошло. Сказать, как мы разбили. Вызвали медика. Медик приехал, сказал полицейским где это. И все повели пенсионерские, писали остальным. Все. Снова были дымы, и те просто спасали нас. Я, например, вытащили мы с напарником двух раненых, потому что чисто дымы кто-то вытащили, чувствую, были бы жертвы крупные среди нас. Вот я чисто готов выразить благодарность тому человеку, который не пожалел кинул дымовые гранаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы проводили только что операцию, проводили боевые действия. Расскажите, как вы, что тут было? То есть поподробнее можно узнать. Вас обстреливали? Я видел, что вам помогал МЧС-овец. Можно поподробнее как-то об этом узнать? Нет, ну МЧС, они следили вообще за этой ситуацией, я думаю, просто не могли в какой-то момент, когда боевые действия были, не могли подойти сюда, поэтому только не подходили. А так, как только мы узнали о скрывающихся бандитах, так как мы группировка не просто, так сказать, лояльная здесь ко всему наплевать, относящаяся, мы решили проявить гражданскую сознательность и выехать на место. Точнее, попытаться его обнаружить. Ну, как мы видим, у вас это получилось. И не забывайте о террористах. Скажите, сильный ли отпор давали террористы и вообще чем они мотивировали, так скажем? Террористы давали очень сильный отпор. Моя мотивация у них была, то, что они как бы решили лисичный акт. Плюс, да, оружие у них было, вооружение видно сразу, это, то есть, так сказать, даже не просто террористы, это хорошо подготовлены были террористы, потому что оружие были, так сказать, на высоте последней разработки оружейников. Вот, поэтому очень было сложно подобраться, сложно было подобраться, но, однако, все равно террористам удалось сбежать, поэтому, как бы, работать, работать и работать. Вот. Ну, это-то понятно. А вообще, какие, вот я слышал, тут речь была о документах, это какие-то секретные документы, вы нам можете что-то об этом сказать? Ну, о документах я вам сказать ничего не могу, так как я их не видел, но, да, документы имели место быть. Они имели важность для всего острова? Нет, 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 была важность именно для всего острова, так как вы видели, что подразделения работали некоторые совместно, не просто, как бы, люди, которые все время вместе здесь, люди из разных, так сказать, движений, разных мировоззрений и так далее, то есть все работали как единое целое, вот, старались, по крайней мере, это сделать, вот, поэтому, я думаю, что документы были важны именно для всего острова, и террористы представляли опасность для всего острова, ну, вот, видите, вызвались, небольшое количество вызвалось человек, которые неравнодушно отнеслись к этой ситуации, и, жертвуя своей жизнью, пытались остановить их, но, еще раз, увы, не удалось. Ладно, спасибо, что проконсультировали нас по этому вопросу, мы видели поступки героические данных лиц, они проявили мужество и достойно награды. Спасибо, с вами был корреспондент Кабзар Степан. В Софии состоялся гоночный заезд на автомобилях ГАЗ-66, мероприятие приурочено ко дню военного автомобилиста, о том, какие были призы и как прошел этот день, узнаете прямо сейчас. Знают, мы однажды уже проводили нечто подобное, только на других автомобилях это были КамАЗы. Мы находимся в городе София, где через пару минут начнется гоночный заезд на автомобилях ГАЗ-66. Участникам предстоит проехать по пересеченной местности, вплоть до добычи песков. Там находится финиш. Стартовать все будут из города Софии. Организатором мероприятия является местный бизнесмен Балагур. В народе его называют «Волшебник Балагур». Как заявляет бизнесмен, мероприятие приурочено ко дню военного автомобилиста. Советской и Российской армии, да. Едем мы в честь одного из праздников армейских. Сегодня, 29 мая, день военного автомобилиста. Ура! Ура, ура, ура. Как-то они у нас, эти праздники все армейские, идут один за другим. Я, правда, на 30-е посмотрел. Завтра не будет праздников, это я вам гарантирую. Ну, нормально. Дальше пока не смотрел. Говорю сразу, религиозные отмечать не будем. А, вот это, наверное. Вот. Значит, давайте гонки быстро. А почему не будем? Я стол накрою. Гонки вернемся. Значит, осталось 6 минут до старта. Значит, суть вопроса очень простая. Стартуем отсюда массово. Огромная просьба, ребята, на старте. Будьте внимательны и уважительны друг к другу. Дайте стартовать всем. Не надо пихаться, толкаться. Ну, есть возможность, как бы, пошире разъехаться на старте. Вот. И, как бы, не толкайтесь, короче. Лучше дальше там. Выйдите уже, когда напрямую, на разгон, там будете толкаться, пихаться. Нас разделяют буквально считанные секунды до старта, и участники начнут свой гоночный заезд. За ходом событий мы будем следить из своего автомобиля. Так что вы, дорогие телезрители, сможете увидеть гоночный заезд прямо от первого лица. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 выступать на данных мероприятиях. А так бы я бы с радостью выступал бы еще на таких вот мероприятиях гонки на грузовых машинах. Можно также, например, устраивать гонки на квадроциклах на такие долгие расстояния. Но там уже можно по бездорожью уже так хорошенько. Хорошо. Может быть участникам и либо будущим участникам вы хотите что-нибудь сказать на пустую слова? Всем удачи и хорошего планирования всегда. И главное помнить всегда все ради веселья. Это были все новости к этому часу. В студии был Джеймс Бакер. Arsenal News следит за всеми событиями на острове и в Европе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...